Видеохостинг YouTube намерен в течение нескольких недель запустить в Соединенных Штатах сервис коротких видеороликов YouTube Shorts. Об этом сообщается в официальном блоге YouTube. Цитирую, в ближайшие недели мы начнем расширять бета-версию на США, открыв доступ к нашим инструментам еще большему количеству пользователей, создающих видео, чтобы они могли начать использовать YouTube Shorts, указано в сообщении. Компания продолжит разработку нового сервиса, который в настоящее время доступен только на территории Индии. YouTube объявила запуске сервиса коротких видеороликов в сентябре. Ежедневное число просмотров YouTube Shorts достигает 7,5 миллиардов человек. YouTube Shorts позволяет создавать и загружать 15-секундные видеоролики. Наиболее известным сервисом для создания коротких видео является социальная сеть TikTok, принадлежащая китайской компании ByteDance. Аналогичные сервисы представили социальные сети Instagram и Snapchat. Американский хедж-фонд Alden Global выкупит американское издательство Tribune Publishing. О сделке, одобренной советом директоров издательства, говорится в сообщении Tribune Publishing. Эта компания владеет изданиями Chicago Tribune, Baltimore Sun, The Hartford Courant, The Orlando Sentinel, New York Daily News и другими. Если сделку одобрят регулирующие органы США и другие акционеры, Alden Global станет одним из крупнейших владельцев газет в США. Переговоры Совета директоров Tribune Publishing и руководство фонд Alden Global, который уже является крупнейшим акционером издательства и владеет 31,6% акций компании, длились несколько недель переговоры. В итоге хедж-фонд согласовал покупку оставшихся 68% акций издательства по цене 17,25 долларов за бумагу. Общая сумма, которую Alden Global заплатит за акции – 431 миллион долларов. Теперь сделку должны одобрить две трети акционеров Tribune Publishing, не связанных с Alden Global и регулирующие органы Соединенных Штатов. Ключевыми для сделки являются решения двух акционеров – калифорнийского миллиардера и владельца Los Angeles Times Патрика Синьсяна, которому принадлежит около 24% акций Tribune Publishing, и еще одного крупного инвестора Мейсона Слейна, которому принадлежит около 8% компании, отмечает Chicago Tribune. Закрыть сделку хедж-фонд планируют к концу второго квартала 2021 года. После этого издательство станет частной компанией, и у акции не будут торговаться на бирже. На новостях о переговорах с Alden Global стоимость акции Tribune Publishing выросла, однако о сделке была объявлена после закрытия торгов на бирже 16 февраля. Торги закрылись при цене акции 15 долларов 97 центов за акцию, в результате чего рыночная капитализация Tribune Publishing достигла 583 миллионов 400 тысяч долларов. Хедж-фонд Alden Global уже владеет издательством Media News Group, которое управляет такими американскими газетами, как Denver Post, San Jose, Mercury News. Осужденный в городе Спокон, штат Вашингтон, отобрал машину у девушки через 20 минут после освобождения из тюрьмы. Около 10 вечера 16 февраля 31-летний Маркус Гудман вышел из тюрьмы, и через 20 минут после освобождения он подошел к 16-летней девушке и, угрожая пистолетом, потребовал, чтобы она отдала ему свой автомобиль. Гудман сел в транспортное средство и скрылся. Потерпевшая заявила о произошедшем в полицию, и Гудмана вновь объявили в розыск. Через два часа патруль обнаружил автомобиль и подозреваемого. Гудману предъявили обвинение в ограблении и вернули в тюрьму. Ну вот так вот он за время отсидки, видимо, перевоспитался. С космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида, сортовала ракета-носитель Falcon 9, которая вывела на околоземную орбиту очередную группу из 60-ти коммуникационных спутников Starlink. Об этом сообщает пресс-служба компании SpaceX. Это был 19-й запуск в рамках программы. Предыдущий такой запуск был осуществлен 4 февраля. Спутники были выведены на орбиту. Ожидалось, что примерно через 8,5 минут после старта первая ступень B1059, ранее участвовавшая в пести миссиях, совершит мягкую посадку на баржу-платформу в 633 километрах от места старта. Но этого не произошло. Объявлено, что ракета утеряна. Запуск признан частично успешным, то есть все спутники выведены на орбиту, но в результате ракета утеряна. В общей сложности в рамках программы Starlink планируется запуск десятков тысяч таких спутников. А цель программы – обеспечить широкополосным доступом в интернет всех жителей Земли в любой точке планеты. Реализация проекта началась в феврале 2018 года. Число умерших в нашей стране от последствий холодов возросло с 25 до 29 человек. Об этом сообщает New York Times со ссылкой на представителей местных властей. Почти три десятка смертей подтверждены в штатах Техас, Кентукки, Миссисипи, Миссури, Луизиана, Орегон и Теннесси. В выходные и понедельник люди главным образом гибли в результате ДТП, а начиная со вторника от отравления угарным газом – обморожение в результате несчастных случаев. В Теннесси 10-летний мальчик утонул, провалившись под лед на пруду на юге Луизианы. Мужчина умер в результате черепно-мозговой травмы, подсказнувшись на льду. 16 февраля стало самым холодным днем за все время наблюдений в 21 городе США. Вот такое у нас глобальное потепление наблюдается в эти дни. Самые низкие температуры были зафиксированы в городах Линклин. Минус 31 градус по Фаренгейту – это минус 35 градусов Цельсия. И в городе Гастингс – минус 34 градуса по Цельсию, тоже 31 по Фаренгейту. Все это в штате Небраска. Около 3 миллионов 400 тысяч жителей Техаса, Орегона, Кентукки, Западной Виржинии и Луизианы остаются без электричества, в том числе свыше 2 миллионов 900 тысяч человек в Техасе. Но еще во вторник данный показатель по пяти штатам превышал 5 миллионов. В одной из больниц в Нью-Джерси в возрасте 85 лет умер знаменитый доминиканский музыкант и композитор, создатель термина «салса» Джонни Пачеку. Его госпитализировали с диагнозом пневмония. 14 февраля на следующий день врачи были вынуждены констатировать смерть музыканта. Хуан Азариас Пачеку Книппинг, более известный как Джонни Пачеку, родился 25 марта 1935 года в Доминиканской республике. Свою страсть к музыке он унаследовал от отца – Рафаэля Азариаса Пачеку, который был руководителем оркестра и кларнетистом оркестра «Санта Сесилия», одного из ведущих доминиканских биг-бендов 1930-х годов. Среди его предков были испанцы, французы, немцы, доминиканцы. В 1946 году, когда Пачеку было 11 лет, его семья переехала в Нью-Йорк. Он продолжал оттачивать свои музыкальные навыки, обучаясь игре на аккордеоне, скрипке, флейте, саксофоне и кларнете. Также получил высшее образование в области электротехники в Бруклинской высшей технической школе в 1950-х годах, но вскоре бросил работу инженера. Профессиональная музыкальная карьера Джонни Пачека началась в 1953-м, когда ему было 18 лет. За свою карьеру он записал более 150 песен, был одним из создателей звукозаписывающего лейбла Funny Records, 9 раз номинировался на премию Грэмми и был удостоен награды Leighting Grammy Lifetime Achievement Award. И Бернард Лаун, кардиолог, который изобрел дефибриллятор, умер в своем доме в штате Массачусетс в возрасте 99 лет. О его смерти Нью-Йорк Таймс сообщила внучка. Она сказала, что у ученого возникли осложнения сердечной недостаточности, а также он заболел пневмонией. Лаун Барухлац родился в Литве в 1921 году и в 1935-м перебрался с родителями в США. В 1962 году он разработал физический метод коррекции фибрилляции сердца, патологического состояния, когда волокна сердечной мышцы сокращаются порознь, а не скоординированно. В то время считалось, что эта патология каждый год является причиной около 40% от 500 тысяч сердечных приступов со смертельным исходом в США. С помощью изобретенного Лауном дефибриллятора можно восстановить нормальный ритм сокращений, подав на сердце точно рассчитанный высоковольтный импульс тока. Это изобретение не только помогло спасать жизни амбулаторных больных, но и сделало возможными открытые операции на сердце. В 1980 году Лаун совместно с еще шестью американскими и советскими учеными создал Международное движение «Врачи мира за предотвращение ядерной войны». Его деятельность была направлена на предотвращение конфликта с применением ядерного оружия и продвижение идеи ядерного разоружения. Среди основателей движения, кстати, был академик Евгений Чазов, который в том числе был врачом нескольких руководителей СССР, включая Леонида Брежнева. Дамы и господа, у меня все сообщения на сегодня в нашей программе. Я благодарю вас за внимание. Желаю вам хорошего дня, снежного дня, как ожидается. Так что будьте осторожны, выйдя из дома. До 10, еще раз говорю, инчи, ожидается снега. Это примерно 30 сантиметров. Всего доброго, до встречи в эфире, до свидания.